Добрый день, друзья! Вы на канале Аудио Статьи, с вами Павел Иванов. Помните, нам рассказывали, что пенсионный возраст просто необходимо повысить в нашей стране на целых 5 лет? Зачем? А потому что денег-то не хватает. Вот работодатели, они платят социальные взносы нам в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, но этих денег не хватает, понимаете? Вот нельзя платить нормальные пенсии, если у нас так мало денег платят бизнесмены-работодатели. А теперь Мишустин предлагает, внимание, уменьшить эти выплаты. Я когда эту новость услышал, даже сразу не понял, но вот Олег Шейн очень доходчиво объясняет. Всем добрый день. Правительство Мишустина начало разрабатывать инициативы по снижению налоговой нагрузки в стране. Но речь идет не о налоге на добавленную стоимость, которую платит российский работающий класс, и где с приобретения любого товара, любой услуги в прошлом году стоимость налога возросла с 18 до 20%. Этот налог трогать не собираются. Речь идет об уменьшении налогов с капиталом, а точнее социальных отчислений, идущих в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и фонд социального страхования. То есть о том, чтобы бизнес платил меньше денег на пенсии работающим людям, на содержание больниц, поликлиник и на пособия по инвалидности и пособия по безработице. Вот эти налоги правительство Мишустина собирается снижать. То есть государство свое получит. А то, что работодатель должен отдать работнику на его будущую пенсию или там декретные и так далее, и так далее, вот это все отменяется. Вы представляете логику? То, что получит государство, чтобы потратить на оборону, это, конечно, очень важно, на силовиков, очень важно, где-то на распилы и так далее, и так далее, государство свое получит. А мы в будущем, в наши фонды, то, что должно тратиться на нас, на население, на граждан в будущем, на пенсию, на все прочие выплаты, вот это они платить перестанут. На самом деле, конечно, это никакие не налоги на бизнес, а это реально отложенная часть заработной платы работающего человека, которая просто переводится через предприятие, через корпорацию в государственный страховой фонд. Но даже не в этом вопрос, а вопрос в том, что правительство публично заявило, слишком много денег туда идет, а давайте мы этот размер уменьшим с 8 триллионов, примерно так до 6-6,5, чтобы не казалось мало. Для понимания, вся история с повышением пенсионного возраста была вызвана тем, что правительство кричало, у нас нет 300 миллиардов рублей, поэтому мы вынуждены принимать такое решение. А здесь не 300 миллиардов, здесь 1,5-2 триллиона в год. Нам, правда, пытаются рассказать нынче, что, дескать, эта дыра будет закрыта нефтегазовыми доходами. Кто-то поверил в это, что одни миллиардеры, с других миллиардеров будут брать больше налогов, чтобы работники получали какую-то пенсию или медицинскую страховку. Кроме того, мы же прекрасно понимаем, сегодня нефть чего-то стоит, а завтра всему это у нас станет окончательный кирдык, потому что планета Земля уходит из-под нефтегазовой зависимости, и корпорация «Газпром» уже сегодня, даже при нынешних ценах, несет убытки на фоне всех этих бесконечных «Газпромских» строек, не может связать концы с концами. Поэтому все эти вещи, связанные с уменьшением отчислений страховых взносов, они крайне опасны. И просто для сравнения, друзья, просто для сравнения, наше постсоветское пространство, СНГ, Евразийское единоэкономическое пространство, Казахстан. А у них почему-то делают все с точностью, да наоборот. Государство будет брать СПшников и малых предпринимателей, средних предпринимателей меньше, но отчисления в фонды, социального страхования, пенсионные и так далее остаются на прежнем уровне. Просто послушайте. Теперь поговорим, кто не будет платить налоги все три года. Самая важная тема, потому что из-за нее наверняка пришло большинство. Да, сразу все камеры достали. Так заметно со сцены. Первая категория – ИП на патенте. ИП на патенте освобождается от уплаты 1% налог. То есть они платили 1% от предполагаемого дохода. Теперь они его оплачивать не будут. То есть будут платить только пенсионные, социальные отчисления и ОСМС. Почему они могут, а мы нет? У них в этом году снижается сразу куча налогов. Это ИП и ТО, которые работают на упрощенном режиме. Вас освобождают не просто от подоходного налога. Вас освобождают от всех 3%, которые вы оплачиваете. То есть и подоходный налог, и соцналог вы на протяжении 3 лет платить не будете. Просто взяли и ввели мораторий. Заморозили налоги для обычных предпринимателей. Не для огромных корпораций, которые гребут олигархически, монополизируют рынок и задирают цены потом в итоге, как обычно. Нет. И от оставшейся суммы ИП-шник платил 10%, ТО-шник 20%. То теперь 3 года ни 10, ни 20% оплачивать не придется. Тоже только социальные платежи. Вот вам разница между правительством Мишустина и, наверное, не самым лучшим правительством Казахстана. Но разница не в нашу пользу. Что вы думаете об этом позорище? Пишите длинные комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. Только вместе мы сила. До новых встреч. Пока.